Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Гарничь Лайф. Меня зовут Игорь и я увлекаюсь разработками водородных генераторов. Это генераторы, которые способны расщепить воду и сделать из нее газ, температура которого более 2000 градусов. У меня задача стоит именно разработать эффективное расщепление, потому что в принципе электролиз это штука, которой больше 100 лет и воду расщепить достаточно даже двумя гвоздями. Где-то есть старые ролики у меня на ютубе, где я показываю, как можно банально, буквально там двумя болтами, двумя кусками железки получить газ. Но эффективно его получать, к сожалению, сегодня на планете никто не может. И эта задача довольно сложная. Но это не значит, что она не решаемая. Она решаемая, но просто нужно найти какие-то компромиссы. Сегодня в ролике я бы хотел показать вам четвертую версию генератора, потому что у меня в прошлом, я думаю, где-то здесь ссылка появится, в прошлом моем эксперименте у меня генератор, трубка, кварцевая трубка, которая внутри нашего магистрального фильтра была, она лопнула. Она мне нужна для того, чтобы использовать микроволновое излучение для увеличения выхода газа. Самое интересное, что, опять же, наверное, где-то здесь ссылка появится, я проводил эксперимент, и выход газа был в два раза. И это значит, что создав процесс электролиза, точнее, соединив процесс электролиза с микроволновым излучением мы сможем увеличить выход газа. И, может быть, приблизимся, наконец-то, к этой единице. Ну, это все в будущем, ибо я сейчас должен новый корпус разработать и собрать, потому что только видоизмененный корпус, магистральный фильтр не пойдет, позволит нам аккуратненько туда подвести магнетрон и пустить микроволновое излучение, чтобы оно работало на всей поверхности пластин, в моем случае трубок. И генератор четвертой версии, который вы здесь видите, который я собрал на магистральном фильтре, он имеет одну уникальную особенность. Это моя идея, я нигде этого не встречал. Принцип такой, что здесь трубки в трубке, то есть матрешки. Одна трубка меньшего диаметра помещена в трубку крупного диаметра. И самое интересное, мы питаем этих матрешек шесть штук таким образом, что рядом стоящие внешние трубки меняют отрицательный заряд. Ну, то есть, по сути, у нас полярность меняется по каждой матрешке. То есть, одну матрешку, одну группу трубок мы берем, у нее внешняя стенка плюс, а внутренняя минус. А рядом стоящие трубки имеют разные полярности. То есть, если внешняя плюс, то по бокам внешние имеют минус. И за счет этого, за счет этого эффекта, наш некий такой вот симбиоз матрешек более эффективно выдает газ. И при этом меньше потребляет. Сегодня я вам это покажу. И также мы проведем один очень интересный эксперимент. Он называется эффект Конарева. Есть вероятность, что это и есть тот секрет, который Стэнли Мэй разобрал с собой. Принцип какой? Мы подаем импульсом ток и с помощью ключа ограничиваем его, отрубаем. То есть, идет ток, и мы минимизируем, отключаем его на процентов 80. То есть, тратим только 20% тока. Вот схема. Здесь все оборудование. Я сейчас более детально покажу. И это будет вторая часть этого видео, где мы непосредственно проведем эксперимент. Первая часть, где мы проведем эксперимент. Замерим выход газа моего генератора четвертой версии. Повторюсь, с трубкой это надо будет новый делать генератор. И уже есть вероятность, что можно будет сделать на базе нового генератора какой-то абсолютно эффективный источник энергии. Ну, в том числе для топления. Потому что большой людей, с кем я общаюсь, кто выходит там на меня и на почту пишут. Кстати, где-то здесь, наверное, сейчас моя почта будет. Люди хотят отапливаться водой. И я, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я рассчитываю, что на новый генератор, именно с микроволновым излучением, будет эффективно давать газ. И этот газ уже нужно будет правильно эксплуатировать для того, чтобы максимально использовать... Ну, потому что температура на пламени газа больше 2000 градусов. И выходит, что это тепло, эту температуру нужно более рационально использовать для того, чтобы получить хороший источник для отопления. И это будет в будущем. Проведем испытание... Немного, немного отошел от темы. Проведем сейчас испытание моего генератора четвертой версии. Он без кварцевой трубки и микроволнового излучения пока нельзя туда подать. И также проведем эксперимент Канарева. Попробуем. И главное, мы сравним и эффект от... Просто использование моего генератора электролиза с эффектом Канарева. Есть вероятность, повторюсь, что это и есть та тайна Стэнли Мейера, которая позволила ему создать эффективный источник энергии. Я сейчас все здесь детально вам покажу. Объясню, что куда, зачем и как. Так, ну и начнем. И еще главный момент. Все, что сейчас здесь происходит, это на самом деле небезопасно. И щелочь, которую я использую, она очень едкая. Контакт с ней может создать огромные проблемы с вашим здоровьем. Также, что касается самого газа, он взрывоопасен. И если вы вдруг захотите что-то подобное повторить или сделать, то вы должны быть максимально аккуратны. А если вам нет 18 лет, обязательно делайте это с кем-то взрослым. Ну и повторюсь, безопасность должна быть безопасной. Берегите глаза, берегите ваши руки. Давайте покажу вам здесь, что, как, зачем и что. Что, как, зачем и почему или для чего. В общем, не суть. Погнали. Ну что, друзья, наш генератор версии 4.0. Он состоит из трубок. Часть этих трубок выведена. Тем самым и является анодом и катодом. И к ним непосредственно подключаем питание. Дальше газ, который образовался в генераторе, идет по трубке. И доходит до магистрального фильтра, который является бочком-осушителем. Там газ осушается. И идет дальше. Через огнепреградительный клапан в бутыль вульфа. И благодаря бутыль вульфа мы можем замерить, какое количество газа образовалось за определенный период времени при определенном потреблении энергии. То есть бутыль вульфа наполнен водой. И вода, которая вытесняется, она и позволяет нам произвести расчет. В общем, вот такая вот система. Да, и из одного магистрального фильтра, который является осушителем, он у нас непосредственно и наполняет наш генератор, поддерживая постоянно баланс электролита в системе. То есть снизу как раз трубка выведена. Все, выравниваем давление во всей этой системе для того, чтобы можно было с нуля произвести замеры. И можем смело с вами приступать к началу эксперимента. Кстати, у меня, я говорил, несколько видов блоков питания. Этот на 12 вольт и 10 ампер. Ну а блок питания подключен не напрямую, а через шим-регулятор, что позволяет регулировать нам амперы и непосредственно выход газа. Дальше будет эксперимент с генератором, осциллографом и непосредственно импульсным источником питания. Но это будет чуть дальше. Сейчас мы с вами все-таки должны будем провести эксперимент и замерить количество газа в генераторе 4.0. Наш эксперимент начинается. Магистральный фильтр, в котором уже активно бурлят пузыри, начинает вырабатывать газ. Мы, значит, подключили это все дело к мультиметру. И самое интересное, обратите внимание, что сейчас напряжение у нас 2,49, по-моему, и 7,8 ампер тока. А, 2,46, если быть точным. И в процессе эксперимента напряжение и ток будут уменьшаться, но выход газа нисколько не уменьшится. То есть вот такая генерация будет до самого конца эксперимента. Это очень интересно наблюдать. И есть идея, а что если несколько часов производить генерацию газа и просто посмотреть, насколько уменьшится потребление и насколько увеличится, прошу прощения, выход газа. Потому что мы с вами знаем, что когда электролит, непосредственно процесс электролиза происходит довольно длительный период времени, электролит нагревается. И когда он нагревается, он быстрее начинает расщепляться на газ. То есть молекула воды быстрее становится HHO. И мы, ну я думаю, тоже в следующих видео будет обязательно это проверим. Значит, для нашего эксперимента я взял мерный стаканчик. Первые 100 миллилитров мы просто сливаем. А оставшиеся 400 миллилитров мы замерим, за какой период мы их получим. И зная потребление вольт и ампер, мы сможем понять, сколько же газа производит наш генератор за определенный период времени при определенных условиях потребления. Вот, давайте посмотрим. 2,41 уже. И 7,1 ампер. То есть, видите, получается, что напряжение и ток начинают падать. Хотя генерация идет активная. Очень интересно за этим наблюдать. Ну, пузыри действительно довольно активно идут. И, как я вам говорил, из-за того, что максимально эффективно расположенный анод с катодом по отношению друг к другу, у нас идет генерация полностью всех трубок в нашем генераторе. И это позволяет, в том числе, избегать температурного роста. Ну, то есть, быстрее газ образовался, ушел, электролит новый поступил. И не получается нагреваться всей системе. Не получается у системы всей быстро нагреваться. Значит, она может работать дольше. Мы обязательно в следующем видео попробуем запустить и на несколько часов и посмотреть, насколько это все дело нагреется. Получили уже за минуту с небольшим первые 100 миллилитров. Значит, потребление самой системой довольно небольшое. Меньше, наверное, 30 ватт. И мы сейчас дождемся половины литра. И сможем уже сопоставить, как говорится, дебет с кредитом. Да, генерация идет. То есть, вообще никак не влияет напряжение, которое сейчас потихонечку начинает уменьшаться, не особо влияет на выход газа. Да, это не киловатты. Ну, а смысла пока нет лезть дальше с киловаттами. Если на задачу стоит все-таки найти рациональное использование энергии и эффективного выхода газа. То есть, приоритетная задача такая. А уже дальше можно будет, конечно, собрать какой-то источник энергии для отопления. И уже, скорее всего, увеличить систему в размерах. Пока это просто подопытный образец. Сейчас, да, очень интересно наблюдать, когда светопрозрачный корпус. 6,3. То есть, мы начинали. Ампер было 7,8. А сейчас уже 6,2. То есть, ток начинает, как я и говорил, уменьшаться. 2,33 вольта напряжения. Шим-регулятор немного нагревается. Ну, это и понятное дело. А так, в целом, вся система довольно эффективно работает. Полностью это демо-версия. Да, генерация идет. Мы можем с вами сейчас замерить. Внутри магистрального фильтра 20 до 20 градусов. И даже выведенный анон с катодом показывает, что не больше 30. Ну, даже нет, не 30, а 19. Хотя в помещении гораздо теплее. Странно. То есть, мы с вами видим, что никакого нагрева нет. Надо обязательно будет провести эксперимент следующий, где посмотрим с вами сколько времени эта система может работать, пока она не станет кипятильником. Но, я думаю, наверное, несколько часов спокойно. Шим нагрелся. Видите, 40. 40 с небольшим. А тем временем уже ампераж до 5,9 упал. 5,9. И мы уже ждем оставшиеся последние 100 миллилитров. Я думаю, наверное, уйдет около 5 минут на 400 миллилитров. И мы сможем сопоставить время, напряжение, ток и миллилитры. И понять, сколько вырабатывает система и сколько затрачивает. Меня, кстати, удивляет огромное количество людей, которые на глаз определяют выход газа. То есть, бутылки пластиковые воды я видел, очень интересно замеряют люди, когда мы, кстати, в прошлых наших видео также делали. Бутылку опускали в воду с отверстием и наполняли ее газом. Газ вытеснял воду. И можно было понять, сколько мы получили газа. Еще один небольшой эксперимент. Я за сегодня сделал огромное количество экспериментов. И этот такой пустяковый, ну, думаю, мало ли может пригодиться. Я взял блок питания от 12 вольт, ну, и там 2 или 3 ампера. И решил генератор подключить к USB. То есть, посмотреть, будет ли производиться газ, насколько активно. И, может быть, стоит ли замерить. Хотя, я думаю, не стоит что там замерять. Главное, чтобы проверить, работает ли система. Будет ли производиться газ. Вот. Но, как практика показала, генератор производит газ, в принципе, как и 2 гвоздя, эксперимент с 2 гвоздями. Любое количество напряжения достаточно для того, чтобы там 2 гвоздя начали маломальски производить газ. То есть, примитивный опыт, наверное, ни о чем. Но, хотелось проверить, будет ли. Ну, и насколько сильно будет. То есть, в этом есть весь шарм прозрачного генератора. То есть, можно воочию увидеть выработку газа. ну, да, получается там порядка 24 или 36 ватт. Конечно, не так, как от блока питания, но, хотя, вы обратите внимание, что мы сейчас 24 ватта дали, а там у нас система тоже около 20 ватт потребляла, ну, 25. То есть, схоже, но там газа было больше, чем здесь. Очень интересно, как такое может быть. Хотя, там ток, там было тока больше, а напряжение меньше, а тут наоборот. Напряжение больше, а тока меньше. Хотя, ваттах одинаково. Ну, плюс-минус. Вот такое интересное наблюдение. Ну, друзья, и наш последний эксперимент с импульсным током питания. У нас есть осциллограф, на нем нужно задать определенную волну, она будет прямоугольной формы, наш лабораторный блок питания, ключ, который будет отсекать лишнее, для того, чтобы вся эта система начала потреблять меньше энергии, но больше выдавать газа. А генератор импульсов будет создавать как раз непосредственно эти частоты. Осциллограф только будет показывать, что и как мы задаем. У нас задача стоит задать 1 килогерц пока, и дальше ряд настроек идет по самому генератору, для того, чтобы получить прямоугольный сигнал. сигнал. Я говорю примитивно, потому что я в этом не профессионал, я в этом. дали, то есть, те, кто помогли мне собрать это все дело, они мне дали ряд рекомендаций, но в силу того, что я в этом не особо какой-то специалист, я только запомнил то, что от меня требовали те, кто мне это все дали. То есть, моя задача включить генератор, добиться прямоугольного сигнала, это все дело подключить через ключ к водородному генератору и проверить, есть ли какой-то результат. Я думаю, может быть, в этом эксперименте я буду профан, и что-то я сделаю, может быть, не так, но это будет возможность привлечь тех, кто мне помогает в этом, поучаствовать в процессе, потому что они отказались, то есть, они решили остаться немножко в тени. Хотя очень печально. Талантливые люди, талантливые ученые, и мне кажется, ничего бы в этом плохого не произошло, если бы они своим научным языком объяснили то, что я здесь делаю. Значит, мы добились прямоугольного импульса, поставили напряжение в 7 вольт, да, вот он как раз прямоугольный импульс, добились показателя в 1 килогерц, и теперь нужно будет сейчас включить блок питания и посмотреть, будет ли у нас какой-то результат с данных настроек. сразу могу сказать, как только это все дело подключается к ключу, и уже от него к генератору сам импульс начинает менять форму, то есть мы этот прямоугольничек уже не видим, а видим какую-то абрукадабру, вот она вот так выглядит, и причем если автоматически попытаться как-то показать более-менее рациональную картину, она уже ничего не может показать, на генераторе стоит напряжение в 12 вольт, а мультиметр на водородном генераторе показывает вообще там ни о чем, то есть ключ это все дело отрубает и самое интересное генерация идет, то есть вы видите, да, ключ этот отрубает энергию, но процесс идет, может быть что-то я не так делаю, может быть если бы кто-то сейчас поумнее был бы, он сказал бы, что тебе нужно это сюда, а это так, и был бы другой результат, но к сожалению я здесь один и я перебрал просто огромное количество каких-то разных методик. Ну что ж друзья, эксперимент подошел к концу, что касается нашего импульсного источника питания, ну с этим стоит работать, человек который собрал для меня ключ, он к сожалению не захотел поприсутствовать в видео, хотя на самом деле очень интересный и очень умный человек, это ученый изобретатель и он в возрасте уже, в общем конечно печально, хотелось бы, чтобы он как человек науки более детально все рассказал и может быть поправил бы меня в процессе эксперимента и показал бы, что я не так сделал. также я рад, что удалось протестировать генератор на трубках, ну цифры сколько затрачено и сколько мы получили газа, я думаю оно где-то здесь появится, строим новый генератор, где нужно излучать микроволновое излучение, то что я в начале ролика говорил, ибо там цифры конечно посерьезнее, как я говорил ранее, на этой базе будет эффективно собрать источник отопления для отопления. Ну видели как работает? Мне нравится как в прозрачном корпусе это все выглядит. Но понятное дело, что щелочь это все дело уничтожит. Поэтому либо брать какое-то толстое стекло в виде цилиндра и как-то его доводить до ума, либо для того, чтобы проводить эксперименты и видеть что же происходит внутри, потому что когда ты делаешь разные процессы, используешь разные какие-то механизмы для получения газа, гораздо эффективнее лицезреть. Ну то есть видеть, насколько активно и с какой силой вырабатывается газ. Ну в общем это все впереди. Новый генератор. Этот довольно хорошо себя повел. Также для герметизации я использовал эпоксидку, я снизу все залил и в принципе все прям вообще как это сухо, все хорошо. В общем выходной, я прям дико устал, потому что вы наверное увидите какое-то небольшое видео, но я на самом деле весь день, то есть вот я как приехал сюда в мастерскую и прям с утра не ел, не пил, не точнее я пил кофе, но без еды вот сейчас уже на часах 8 вечера и я только сейчас закончил, сейчас я все это дело должен разобрать, слить щелочь, потому что щелочь нынче теперь дорогая штука, для того, чтобы дальше использовать в экспериментах и вообще сил нет честно, я вот я даже удивлен, вы повторюсь видите небольшую часть видео, а на самом деле я просто кучу всего остального поэкспериментировал, я генератор прям напрямую подсоединил к водородному генератору, подключил значит мультиметр, осциллограф и сидел, игрался разными волнами, диапазонами видами волны там соотношениями там этих вертикальных и горизонтальных там этих точнее верхних и нижних этих частей волны и в общем просто тупо на это я наверное часа полтора потратил я просто не стал это снимать потому что там ничего интересного сижу я там ковыряюсь вот и то же самое я просто вы не поверите у меня огромное количество блоков питания и я просто все все начал подсоединять замерять напряжение ампераж сколько ампер все это дело уходит количество газа который можно получить и я это тоже все вот все перепробовал у меня их несколько порядком пяти наверное блоков питания и я разные шимы подключал смотрел как чего там что греется что не греется сколько через блок питания выходит сколько на шиме задерживается сколько идет дальше на генератор водородный плюс ко всему чтобы все это собрать проверить герметичность и так далее это тоже очень много работы и в общем ну для вас повторюсь это короткое видео для меня это весь день без еды и поэтому круто будет если вы прожмете лайк если вы не подписаны подписывайтесь потому что я думаю что впереди будут более интересные конструкции более интересные эксперименты по крайней мере вот такая задача у меня стоит у меня есть несколько идей именно связанных с генераторами причем не только с водородными но я думаю я это чуть позже обязательно расскажу покажу ибо это огромные огромные физические какие-то силы требуют тем более что весь проект отведу я но мне периодически помогают такие как человек который собрал этот ключ в общем я вам поплакался я устал сейчас все это дело упакую и попрусь домой в комментарии или где-то здесь вот наверное в видео будет моя почта вы можете писать вопросы предложения я все читаю я ваши комментарии читаю я читаю ваш хейт кстати хотел сказать что огромное количество людей там ну не только в том числе мне пишут но и там на сторонних каких-то информационных площадках они пишут что ой братан а у меня там 40 ватт ушло на получение 40 литров а ты там какой-то ерундой занимаешься у тебя там каких-то 150 ватт ушло на получение литра там 200 ватт ушло и так далее типа а вот я вот так вот вот можно так сказать потому что если бы такое было то наверное уже бы все давно перестали использовать нефть и газ но в то же время я думаю вполне допускаю что кто-то где-то как-то разгадал секрет как дешево и легко расщепить воду в общем собираюсь я домой отдыхать потому что весь свой выходной я потратил здесь в мастерской подписывайтесь пока-пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok